Жители отдаленных поселков города могут проголосовать в выездных пунктах, которые приезжают к ним. Для этого необходимо было позвонить на свой избирательный участок и оставить заявку. Для жителей Сорокиных хуторов это УИК, расположенный в здании НИИ садоводства и лекарственных растений «Жигулевские сады». Оценила возможность реализовать свое гражданское право, не уходя далеко от дома, и председатель общества инвалидов Инна Борель. Мы сейчас решаем судьбу и жизнь нас, наших детей, наших внуков на будущие пять лет. Это же очень важно. А я пришла с мужем, мы живем здесь. Мужу моему уже 88 лет. Мы второй раз в таких условиях голосуем. Это очень удобно. Пришел и рядышком все это совсем другое дело. То есть забота о людях проявлена. Валентина Владимировна Рыжова – ветеран труда. Она проработала на четвертом подшипниковом заводе почти четверть века. Приходилось преодолевать все эти годы по несколько километров. Живет пенсионерка в Сорокинах хуторах. С возрастом любые большие расстояния стали испытанием. Поэтому на предложение проголосовать в выездном избирательном пункте согласилась сразу. Ну, конечно, удобнее. Я вот сейчас не могу ходить далеко. Вот от мне лечь ноги. Я вот проголосовала здесь. Ну, все-таки надо было голосовать. Не надо отставать от жизни. Идти вперед. Принцип голосования в выездном пункте соответствует общероссийским стандартам. Каждому избирателю помимо бланков выдается индивидуальная ручка, медицинская маска и перчатки. За легитимностью процесса следит независимый наблюдатель. Гульфия Сафина, Константин Головин. События.